Продолжение следует... Сахар, соль, горчица, подсолнечное масло. И мы еще попробуем сделать с оливковым маслом, оливковый майонез. Можно делать на одном подсолнечном. Итак, делается он очень просто. Берется яйцо и разбивается в банку, чтобы банка была не менее 0,7, а можно литр. Иначе будет просто майонез наш выливаться потом. Разбиваем в банку 2 яйца полностью, желток с белком. Далее кладем туда горчицу. Примерно 1 столовую ложку. Я, чтобы ложку не пачкать, положу на глаз. Только не переборщите. Далее берем соли примерно в чайной ложке вот так. Где-то треть чайной ложки соли. И где-то полторы чайных ложки сахара. Можно больше, но тоже не пересводить лучше, потому что будет слишком сладкий. Итак, далее берем наш лимон. Вместо лимона, кстати, я часто использую обыкновенный уксус. 6 или 9% в таком же количестве. Вот, берем его, чтобы мы видели, сколько это нужно. Вот, допустим, если это уксус был бы. Вот. Раз ложечка. И примерно где-то 2 столовых ложки. Уксуса можно полторы положить. Если делаем с уксусом. И далее берем подсолнечное масло. Причем рафинированное. Если будете делать нерафинированное, конечно, это может быть и полезно будет, но будет невкусно. Это уже испробовано много раз. Масло, хоть оно не такое полезное, рафинированное, но, тем не менее, с ним майонез получится. Причем, если сразу начать делать с оливковым, может не получиться твердая консистенция. Обязательно надо сначала замесить на подсолнечном масле. Тогда у нас все получится. Вот, наливаем немного сначала. Грамм 100. 150. И включаем блендер. И вводим движениями вверх-вниз. Вот у нас получается такая вот гуща. И берем, вот оно замесилось. Сразу же доливаем туда еще подсолнечного масла. Долили немножко. И взбиваем. Поначалу майонез у вас получится жидкий. И это нормально, потому что чем меньше в нем масла, тем майонез жиже. Наоборот, чем больше добавляем масла, тем он будет более густой. То есть, если вы хотите там, как продают майонез, там 67%, там, или 80%. Это просто зависит от количества растительного масла, которое является, по сути, основным ингредиентом майонеза. Его там больше всего. Добавляем дальше уже масло оливковое. И взбиваем. С каждым уже витком блендера майонез становится все гуще. Вот такой уже достаточно густой получился майонез. Ну, добавим еще немножечко, чтобы он был уже такой вот приятной густоты. Можно добавлять в этот майонез еще чеснок. И любые другие ингредиенты, которые добавляются в майонез. Ну, я для детей делаю, они с чесноком не любят, поэтому я сейчас не стал добавлять. Ну, теперь очистим остатки майонеза, которые остались у нас на блендере. Тут еще останется пару столовых ложек точно. Не будем ими пренебрегать. Вот тут и внутри еще вот целая... Вот только консистенция, видите, получается майонез. Видите, он с ложки не падает. То есть он густой. Если вдруг у вас не получилось, бывает так иногда, что по какой-то причине, например, майонез не взбился, а остался почему-то в жидком состоянии. Причин может быть несколько. Старайтесь, чтобы банка была, во-первых, сухая. Во-вторых, может быть, масло, которое добавляли вы, иногда попадается, очень редко, но попадается какого-то странного качества масла, при котором может не взбиться. Ну, или вообще бывают какие-то необъяснимые причины, они редко бывают, но случаются, что майонез остается жидким. Тогда вы тоже не выкидывайте вот эту жидкую субстанцию, просто возьмите другое масло, точно так же взбейте по вот этому же рецепту, и когда у вас взобьется тот майонез, потихонечку вот тот жидкий майонез, с него добавляйте вместе с маслом, взбивайте, и вы тоже не переведете продукт. Намажем немножко на хлебушек. Ты любишь, Леша, этот майонез? Держи, кушай. Так, ну попробуй чуть-чуть тоже, что у нас получилось. Давно, кстати, не делал оливковый, обычно я делаю просто из подсолнечного масла, интересно даже, так, не приборщил ли я чего-то, или не доложил, может быть. Отлично, получилось. В любом случае это лучше, не полезнее, чем майонез в магазине, который каким-то непостижимым образом хранится месяцами. Этот майонез у вас долго храниться не будет, но он у вас точно не будет долго храниться, потому что он уходит очень быстро, после того, как его изготовишь. Кстати говоря, в пост сделать майонез тоже не проблема. Когда пост, вместо яйца берем кукурузный крахмал, завариваем, точно так же добавляем массу, все взбиваем, получится постный майонез. С теми же ингредиентами, только вместо яйца заваренный кукурузный крахмал. И все. Ангелов всем за трапезой. Подписывайтесь на канал в православии. С Богом!